Итак, всем огромный привет! Это снова я. Сегодня у нас аппетитнейший мукбан. Кушать мы сегодня будем кимбаб. Кимбаб это такой корейский ролл. Чуть позже я покажу вам это поближе. Название этого ролла состоит из двух слов. Ким это, собственно, вот это зеленая водоросль, а пап это вареный рис. Невареный рис называется саль. Вареный пап. И супчик. Керанку, кажется, он называется. Это супчик с яичком. И немножечко закусочек. Огурчики, кимти, помидорчики. Огурчики маринованные и также есть свежие огурчики. Итак, приступаем. Готовил это все мой муж опять, потому что я продолжаю сидеть на карантине со своей микроволновкой. Черт бы ее побрал. И с чайником больше ничего, нету доступа к плите. Но зато смотрите, какой классный у меня такой отпуск. И кормят. Днем я питаюсь достаточно примитивненько, всякими быстрозавариваемыми продуктами. А вечером у меня всегда что-то вот такое вот прям домашнее, вкусное. Опять беру свои детские тренировочные палочки и мы начинаем нашу дегустацию. А, давайте попробуем. Очень вкусненько. Еще дополнительно муж мне положил свежих огурчиков. Так, с чем у нас ролл? Ролл у нас с крабовой палочкой, жареным омлетом, с огурчиком и еще что-то. И кунжультиком посыпал. Сегодня у меня какой-то такой, знаете, очень напряженный день. Еще до отъезда, когда я была в Москве, я набрала заказов по работе, набрала предоплат. И вот эти дни на меня все это давило. Мне нужно было быстрее и быстрее все это сделать. И тогда я уже смогла немножко расслабиться, отдохнуть. Вот вчера у меня такой был исключительно выходной день. Ничего практически я не делала, просто отсыпалась. Потому что, по сути, после того, как я сюда прилетела, я еще толком даже не отсыпалась. Вот. Из-за того, что работу набрала. Ну, зато хорошо, зато как бы денежки капают. Это прекрасно. Настроение на высоте. Продолжение следует... 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 У-у-у, вкусняшка. Огурец отправился в полёт. И так очень много обсуждалось в комментариях тема моего карантина, что, боже, какой это абсурд. Прям ограничивают человеческие права. Как же так, запирать человека на 14 дней? Не выйти воздухом свежим, подышать. Почему такие строгие правила? С одной стороны, да, я это всё прекрасно понимаю. Очень странно, что мы вообще до этого дожили. Жили, жили, не тужили. И тут у нас какие-то вирусы, какие-то карантины, масочный режим, к которому мы уже все привыкли. И в России он не очень соблюдается, но в основном без маски в магазин ни в какой не войдёшь, нигде тебя не обслужат. Не знаю, как в вашем городе, я жива в Воронеже, у нас так, в магазине без маски тебя не обслужат. На улице многие ходят без маски, в общественном транспорте многие ездят без маски, но в магазине, на кассе тебя никто не обслужит. То есть, тем не менее, как бы там ни было, как бы мы не возмущались, нас уже к этому приучили. Можно верить в пандемию, можно в неё не верить, но это уже стало нашей реальностью. Поэтому что мы можем всё здесь делать? Что касается строгих таких законов, законов, что касается строгих вот таких законов, строгих норм. И ещё в первую поездку свою, когда я сюда прилетела, я как-то интересовалась, конечно, уже менталитетом, тем, как устроено общество, тем экономики, политики. Ещё в первый свой заезд я обнаружила для себя такую удивительную истину, что есть два расклада. Либо бывает так, что законы есть, но они не работают вообще, либо бывает так, что закон есть, но тогда он работает в обе стороны. То есть он как защищает тебя, так он тебя в чём-то и ограничивает, и карает. По-другому не бывает. То есть либо есть закон, он вообще не рабочий, он не соблюдается, как это на нашей с вами родине, в России. Очень часто даже самые классные инициативы, самые классные законы не проходят, не соблюдаются, не работают. Неважно, какая бы там ни была хорошая инициатива, закон почему-то не работает. Такой менталитет общества, такое внутреннее устройство в стране, что многие законы просто не работают. Что же будет, если законы начнут работать? В Корее начинаешь чувствовать, что же будет, если законы начнут работать. Закон будет работать в обе стороны. Он будет тебя защищать, он может тебя, как говорится, и покарать. И для людей с нашим менталитетом, в том числе и для меня, на первых порах это было очень сложно всё воспринимать. Как же так? Меня в чём-то ограничивают. Но с другой стороны, когда ограничивают тебя, ограничивают тебя с целью соблюсти права других граждан. Ну, ты побыл за границей, ты действительно мог привести вирус, твои интересы ставятся на второе место, на первое место ставятся интересы общества. Получается так. Но во время вот этой всей пандемии я встретила в интернете очень много людей, которые делились своими историями, в том числе и в реальной жизни, что кто-то заболел, что кто-то думает, что его кто-то заразил вот этим вирусом, что кто-то обратился в больницу, не получил надлежащей помощи. Как же вот так вот в стране у нас ничего не работает? То есть очень много возмущений. Но когда доходит дело до соблюдения того же масочного режима или каких-то правил, или какого-то карантина, все кричат, «Боже, это ограничение моей свободы, не хочу ничего соблюдать!» Так не бывает. Как я уже сказала, закон либо не работает вообще, как в нашей стране, либо он работает в обе стороны. То есть он может быть где-то тебе выгоден, а где-то нет. То есть он, например, очень выгоден, если смотреть на это с точки зрения защиты, здоровья и благополучия своих граждан. Вы бы хотели, чтобы ваша страна заботилась о здоровье и благополучии граждан? Я бы хотела, конечно. Но из-за этого приходится вводить ограничительные меры для определенных категорий граждан. Ну, в частности, для граждан, например, пребывающих из-за границы. Карантин проходит, вот этот самый завязатель проходит не только иностранцы, но и местные жители, побывавшие где-то за границей. То есть граждане Кореи тоже проходит самоизоляцию. Всё без исключений. Поэтому как бы вот так, да? С одной стороны, это очень приятно, когда страна стоит на страже твоего здоровья, как говорится, вирус не пройдёт. А с другой стороны, когда там тебя запирают, говорят, никуда не ходи, сиди, сдавай тесты, это тебя начинает напрягать. Ну, как я уже сказала, надо это принять, видимо, если хочется жить в обществе, где законы работают, нужно принять эту мысль, что в каком-то месте он тебя защитит, а в каком-то месте тебя же и ограничит. И ты должен это принять, таковы правила общества, в котором ты живёшь. Пустьняшка. 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 Причём, когда я думала об этом на досуге, я поняла, что это касается абсолютно любых законодательных инициатив, любых законов, в любых сферах жизни общества. То есть, если ты хочешь, чтобы закон тебя защищал, ты одновременно должен быть готов и к ответственности, потому что, ну, как бы, если ты хочешь, чтобы другие что-то соблюдали, ты тоже будешь вынужден это соблюдать. Так. Так. О, кот кричит. Кот хочет попасть, кажется, в комнату ко мне. Мяу! Кот терроризирует мужа. Я стараюсь сейчас всячески мужа оберегать от котов, чтобы он отдохнул. Потому что для него вот это 8 месяцев жизни без меня с котом были новым опытом. Он никогда не имел домашних животных, в том числе и в детстве. Для него это что-то новое, да, подстраиваться под ритм жизни животного, который там с утра в 5 утра-то в 4 встает, что-то вопит, что-то просит, то в лотке роется, то еще что-то. Психики у человека не адаптированы к этому. И, естественно, у него началось расстройство сна. То есть такой неполноценный, очень беспокойный сон. Он очень болезненно там реагирует на каждые вскрики кота. Он думает, что-то с кота включилось или что-то коту нужно. Когда ты кошатник такой со стажем, ты уже к этому привыкаешь. Ты уже там по звуку определяешь, когда что-то коту срочное. Когда у него просто, знаете, душа поет. Душа поет у кота. Просто он решил поголосить. У меня уже это на уровне рефлексов. Я вообще не устаю от своих питомцев. Даже если среди ночи меня там поднимают, что-то корм закончился, покушать хочет, что-то какие-то у него... Я все это на автомате делаю. Мне кажется, я делаю это даже не просыпаясь, знаете, до конца не просыпаюсь, просто такая, как робот. Я все это на уровне рефлексов. Кстати, очень интересный опыт. Не думаю, что у кого-то хватит терпения досмотреть видео до этого момента. Но если у вас хватит терпения, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что да, я досмотрела видео до этого момента. Очень хочу поделиться своими открытиями в воспитании домашних животных и провести некую аналогию с воспитанием детей, которых у меня нет. Не знаю, будут ли, но посмотрим, как жизнь сложится. Вечные споры у людей на тему детей, например, да, что влияет на характер ребенка, гены, либо же методы воспитания, да. То есть некоторые люди уверены, что я ничего не могла с ним сделать, с этим ребенком. Он таким родился. Это его гены. Это его вот получил, там унаследовал эти гены от отца подлеца. И вот он такой весь у меня проблемный ребенок растет, и я с ним не могу слазить. Кто-то верит вот в теорию генов, что только гены влияют. Кто-то свято верит, что только воспитание, что из любого вообще человека можно воспитать вообще кого угодно. Главное, методологию правильную, методику правильную выбрать. Я, наверное, придерживаюсь какой-то золотой середины. Я понимаю, что гены однозначно влияют. И если ты выбираешь себе спутника жизни, желательно представлять себе в своем воображении, что если у вас будут дети, высока вероятность, то есть, что ребенок будет похож, естественно, на тебя или на твоего супруга. И тут очень важно понять, принимаешь ли ты ребенка, принимаешь ли ты своего супруга. То есть ты, когда представляешь вот этого маленького человечка с чертами характера, которые свойственны тебе или твоему мужу, твоей жене, то как тебя? Тебя это устраивает? Или ты этого боишься, что, ой, не дай бог, не дай бог он будет такой же? Вот это очень важно понять еще до того, как дети появились. То есть генетика по-любому скажется, но и методы воспитания тоже сказываются. Я это вижу на кошках, на своих. Они разного возраста, они из разной местности. Один кот родился в Корее, другая кошка родилась в России. Они оба без породы, оба подобраны на улице, но воспитывала их я с малого возраста. И очень это видно в их поведении. Это как коты-компаньоны, которые любят держаться рядом с человеком. Это была моя стратегия воспитания. То есть мне нравится, когда животное держится возле меня. Наверное, так же будет с ребенком. То есть есть, например, мамы, которые любят отделять детей. То есть пусть он там в другой комнате поиграет, да? Или ребенку не место в родительской спальне. То есть он немножко отстраняется, выстраивает определенный барьер, такая методика воспитания. А кто-то везде вот как, да, с рождения к себе уже в этот кенгурятничек на грудь его привяжет, и с ним везде насыть с этим ребенком. Я, наверное, буду относиться ко второму типу матерей, пока я вот такой тип кошатника, который везде со своими катанами насырится. И мне так почему-то комфортнее, потому что я не люблю, когда кто-то там скребет в соседней комнате, что-то они там где-то шкодят. Я очень переживаю на этот счет. И не хочу я подрываться, бежать, кричать, что вы делаете, что вы делаете, что-то выяснять. Мне спокойно, когда они меня на виду вот здесь рядышком со мной тусуются, играют, если там, например, сейчас я не готовлю на самоизоляцию. Обычно, когда я готовила, мне Луна помогала здесь, и Арина мне помогала в России готовить. То есть сюда держится возле меня котик. Если я сплю, они спят со мной. Если я приняла душ, они там сидят, принимают душ, они сидят под дверью, ждут. То есть всегда держатся рядом. И для меня это спокойнее, чем они где-то так будут шкодить. А я буду подрываться и бегать, выяснять, что вы там шкодите, кричать, нервничать. Вот это не можете. Не люблю вот это. Что еще про них могу сказать? Очень они у меня выросли какими социально ориентированными, достаточно уверенными в себе. Нет страхов, нет комплексов. В новых местах при переездах они не забиваются в темные углы, не боятся, не стрессуют. Чувствуют себя достаточно свободно, настолько, насколько это возможно, на новом месте изучают это новое место. Легко идут на контакт с людьми и другими животными. Но я не скажу, что агалтелом. То есть не то, что там незнакомый дядя пришел, и они к незнакомому дяде кидаются. Нет. То есть они выйдут, посмотрят, будут держать дистанцию, будут пытаться понять, как-то человек безопасен, небезопасен. Либо это животное, да, это животное безопасно, либо оно агрессивно настроено. То есть они все выяснят, прояснят и будут налаживать уже контакт. Абсолютно не агрессивный, контактный со своими такими чудаковатыми чертами характера. То есть действительно очень необычные они у меня. Я знаю, что каждый владелец будет говорить так про своего питомца, у меня реально не очень необычные. То есть у каждого есть какой-то вот такой вот какая-то осмысленность. То есть четко видно по ним, что они очень многие процессы осмысливают и даже делают выводы какие-то. То есть очень они вот каждый со своей индивидуальностью, очень вот вдумчиво, какие-то рассудительные, каждый на своей волне. Да. То есть вот такие вот интересные ребята, конечно. очень интересно, как эта методика сработает на ветер. Так, больше не могу есть. Видео, по-моему, резиновое. Хорошо посидели. Хорошо поговорили. Всем огромное спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Люблю, целую и пока-пока.